Бианорды на красноярских дорогах в этом году не будет. Вместо химических реагентов станут использовать соль. Что касается проблем предстоящего зимнего сезона, первая из них это нехватка водителей. Также есть сложности с доставкой запасных частей, например, для немецкой техники. Справится ли город с обильными снегопадами, узнавал Виктор Бородин. Первый, как вы помните, у нас соль естественного происхождения. Характерный белый осадок. На дорогах этой зимой будет соль, однако в будущем от реагентов никто отказываться, похоже, и не собирается. Ученые из СФУ уже и новую формулу подготовили. Смесь сейчас проходит соответствующие испытания. О широком применении пока говорить рано, но, как уверяют в научных кругах, машины от реагента гнить не будут, да и для городских газонов вреда минимум. Точно лучше Бианорда. Сам по себе, по составу он был неравномерен, хотя содержал все правильные компоненты. Материал не был собран в единую гранулу, его действие было практически непредсказуемо. Поэтому, в том числе и с нашей экспертной подачей от этого материала отказались. Антигололедные реагенты и соль пока не главная проблема. Водителей, желающих зимой работать на городских дорогах, сейчас мало. 60% на данный момент комплектации водителей. То есть водители будут работать, будут работать с переработкой, задача будет все равно выполняться. Но мы набираем людей с должности больших. Решить проблему можно следующим образом. Привлечь людей из района в края. Уборочная кампания все равно заканчивается. Вариант с подработкой в городе, часть людей рассмотреть готовы. Но в таком случае им надо предоставить жилье. Городские власти размышляют о варенте с общежитиями. Еще один вопрос – техника. А есть замена у нас какая-то аналогичная техника, белорусская там? Есть, дорабатывают они. Пока не решен вопрос с доставкой запасных деталей для импортной техники, например, немецкой. Поставщик обещает, что запчасти будут, но откуда их привезут и когда – неизвестно до сих пор. Сроки затягиваются. Впрочем, если и на город вдруг обрушится обильный снегопад, проблема это не станет, уверяют в мэрии. А что будет, если завтра будет снегопад? Минимум 60% техники, которые требуются в максимальный период зимой, на сегодняшний момент готова. В текущем содержании используется не менее 200 автомобилей, поэтому порядка 120-130 сегодня, которые способны выехать и решить вопросы. И выйти они готовы быстро. Водителю теперь не надо лишний раз обращаться к диспетчеру, чтобы узнать, куда ехать. Сейчас все автоматизировано. Водитель подносит карту читателя, открывается экран. Либо он может посмотреть задание, которое мы сегодня выдали на момент выполнения его, либо по напечатке путевой лист. Что касается снегоотвалов, в этом году городские власти планируют использовать пять площадок. Вот, например, кадры с одного из полигонов на улице Башиловской. Но если возникнет необходимость, на улицу выйдут и снегоплавильные машины. В их эффективности городские власти и коммунальщики не сомневаются уже после первого года работы. Виктор Бородин, Павел Ваницкий, 7 канал.